с зимы и, соответственно, с новым началом, потому что этот месяц будет для кого-то очень большим, очень знаковым. Но моя роль сегодня очень маленькая, мне выпала огромная честь, на самом деле очень большая честь пригласить к нам сегодня выступить, моего друга, моего наставника, человек, которого передал мне очень много ценных навыков и знаний. У нас большая возможность сегодня обучиться у одного из самых быстрых лидеров СНГ. Андрея, человек, который сейчас является в закрытой квалификации, золотой лидер организации и человек, который уже сейчас живет той жизнью, о которой мы с вами, к которой мы только идем, и многие из нас об этой жизни мечтают. Неспроста мы попросили Андрея Веднева сегодня быть с нами, и я сразу же хочу такую благодарность выразить Андрею, что он смог найти для нас время в своем плотном графике и сегодня быть с нами. Итак, друзья, сейчас очень важно выключить все, что можно выключить, все, что может отвлечь, закрыть все сайты, все браузеры, все телефоны поставить на беззвучный режим, запастись чем-нибудь, на чем можно писать, чтобы внимательно, ну, чтобы не пропустить ни одного совета, который получит Андрея. И быть сейчас, в ближайший час, полностью, максимально во внимании. Друзья, давайте все вместе пригласим и все вместе поблагодарим Андрея Веднева. Добрый вечер, друзья. Давайте проверим звук. Поставьте цифру 10, если меня слышно хорошо. Отлично. Давайте я даже пока временно отключу слайды, ненадолго включу видео. Чтобы мы с вами так немножко живую пообщались, да? Окей. Ну что ж, еще раз добрый вечер. Приветствую украинскую команду. Я хочу начать с того, чтобы поздравить вас, потому что сейчас украинский партнер, украинская команда бьет все рекорды в нашей команде по темпам роста. Вы сейчас растете быстрее всех. Вы росли все лето, когда, ну, собственно, вообще в целом месяце непростые, обычно за сетевого маркетинга. В сентябре команда украинская показала рекордный оборот. В октябре побила этот рекорд. В ноябре опять побила этот рекорд. То есть команда Андрея Харольского, команда Евгения Харольский, то есть вы, по сути, люди, которые здесь сегодня на вебинаре, вы растете. Вы понимаете, что, ну, это потрясающий результат. И, ну, если бы мы были в зале, мы бы, конечно, вам поаплодировали, но поскольку мы в вебинарной комнате, то поставьте себе, поставьте себе какие-то значки. Ну, и, естественно, здесь команда есть Андрея Овчаренко. Но я хочу сказать, что вот в целом сейчас Украина растет. Украина растет, и я просто снимаю шляпу перед вами. То, что вы делаете, это просто потрясающе, действительно. Это очень впечатляет. И сегодня мы с вами поговорим про то, о том, на чем сейчас стоит сфокусироваться, для того, чтобы у вас очень хорошо закрылся декабрь, чтобы был хороший рост в декабре, и чтобы вы смогли изложить мощный фундамент для того, чтобы 2015 год для вас стал годом большого прорыва в бизнесе. Потому что я могу сказать, что в 2015 году мы услышим очень много историй успеха. Мы услышим очень много новых квалификаций, мы увидим. Мы услышим истории людей, которые полностью изменили свою жизнь благодаря бизнесу с ЛР. Но это будет возможно только если сейчас, в 2015 году, мы с вами заложим прочный фундамент этого бизнеса. И мы сейчас как раз об этом поговорим. Давайте я сейчас включу опять слайды, отключу видео, чтобы нас ничего не отвлекало. Хотя, может быть, и с видео. Давайте, наверное, с видео. Нормально, если звук тянет, то давайте, наверное, с видео. Так будет поживее. Окей. Для начала разговора давайте я коротко расскажу свою историю, чтобы мы так немножко стартовали в нашем общении. В начале, когда я приходил в сетевой маркетинг, мне продали две идеи. То есть мне рассказали две идеи, и я в них верил. Одна идея оказалась неправдой, другая идея оказалась правдой. Так вот, собственно, что... Одна идея оказалась частично правдой, а другая полностью правдой. Что это были за идеи? Это была идея один, что в сетевом маркетинге можно заработать большие деньги быстро. Эта идея оказалась правдой частично. Как вы думаете, в какой части эта идея, ну, скажем, не сработала? Что в сетевом маркетинге можно заработать большие деньги быстро. Это оказалось правдой частично. И вот определенная часть. Да, быстро. Все правильно. Быстро у меня не получилось. Собственно, спустя два года в сетевом бизнесе я зарабатывал где-то 200 долларов в месяц. Это было, как вы понимаете, не очень впечатляюще. А к тому же я уже умудрился уволиться с работы. И вот когда, знаете, когда у вас есть определенные запасы, ну, слава богу, мы с супругой такие достаточно запасливые люди и финансово грамотные мы создали очень хорошую такую подушку безопасности. Но когда вы видите, что у вас расходы ежемесячные гораздо выше, чем ваши доходы, и у вас постепенно эта подушка падает, 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 и все ближе к нулю, все ближе к нулю. И, ну, вот начинаешь чувствовать себя очень некомфортно. Начинаешь чувствовать себя очень некомфортно. Но так или иначе, спустя три года, собственно, вот еще там год после вот этого рассказываемого периода, я смог выйти уже на хорошие доходы, порядка 10 тысяч долларов в месяц. И потом уже к моменту того, как мы с супругой приняли решение стартовать в бизнесе с ЛР, уже был определенный опыт, определенные навыки, которые легли на почву компании ЛР, хорошей компании мощной. И здесь уже пошли такие заметные результаты в бизнесе. Я вам немножко расскажу, ну, собственно, скорее с позиции того, каким может быть ваше будущее в ЛР, если вы решите заниматься этим бизнесом профессионально. Так вот, собственно, смотрите, чтобы вы понимали, все навыки, которые нужны в этом бизнесе, они все приобретаемые, то есть нет ни одного врожденного навыка. Когда рождается человек в роддоме, что обычно говорят? Обычно говорят, поздравляем, у вас родился сын, или там, поздравляю, у вас родилась дочь. Никто не говорит, поздравляем, у вас родился сетевик. Или там, поздравляем, у вас родился топ-лидер компании. Так обычно не говорят, правильно. И все эти навыки, они приобретенные. Если брать мой пример, я могу сказать, что когда я начинал, у меня была масса энтузиазма, такие вот глаза горящие по 5 копеек. Я думал, что хейтинг это действительно такая вот светлое будущее всего человечества, все будут богатыми, очень быстро, классно. И я вот делал с такими дикими глазами, за первый месяц я провел порядка 60 встреч, и у меня стартовал один человек. Это была моя жена. Вот видите, я сейчас на слайде, вот она там стоит. И, собственно, как выяснилось, вот это вот решение, пригласить супругу в бизнес, это было одно из лучших моих решений в плане бизнеса. Потому что, смотрите, за прошлый год мы сделали товарооборот где-то там 4 с лишним миллиона, там 4200-4300 в долларах, я имею ввиду, 4 с лишним миллиона долларов. Половина этого оборота это заслуга Лены, так что я могу сказать так, у кого из вас вас поддерживает ваша вторая половинка, муж или жена, вот поставьте плюсик, если вторая половинка, она с вами, ну пусть не в бизнесе, но по крайней мере она вас поддерживает. Отлично. Вы на очень хорошем пути, на очень правильном. Потому что, знаете, вот у Лены, к тому обороту, который она сделала, он был достаточно долгий. Изначально, когда она пришла в бизнес, она сказала, ну да, давай я с тобой вместе, я тебя поддерживаю полностью, но ничего по большому счету не делала в плане бизнеса. Потом постепенно начала работать с клиентами, ну там в плане продукта. Потом постепенно начала проводить встречи на бизнес, и вот видите, в конечном итоге это вылилось в несколько миллионов долларов оборота. Так что, кстати говоря, если у вас супруга вас поддерживает, но бизнесом активно не занимается, не надо прессовать ее. Давай, давай, ты не понимаешь, ну ты что, давай вместе, давай вместе встречи проводить. Потому что, вы знаете, я уже сталкивался с такими ситуациями, и не так давно у меня была у одних из моих партнеров такая ситуация, когда муж был очень активный в бизнесе, а жена, ну как, в принципе, давай, я тебя поддерживаю, но сама заниматься не буду. И вот он ее как-то очень сильно давил, давай, там, посмотри, включайся, не бойся, раскройся, это, ну, ни к чему хорошему это обычно не приводит, не прессуете вашу вторую половину. Так вот, смотрите, так или иначе, если у вас уже вторая планка поддержит, вы на правильном пути. И вот давайте, мне сейчас интересно, ради чего вообще вы пришли в бизнес. Я понимаю, что это представление будет меняться у вас со временем, но вот, как сейчас вы видите, ради чего в этом бизнесе, что вы хотите здесь получить? Напишите в чате. GLK. Хорошая цель. Почему нет, в конце концов? То есть, ну, тут скорее может быть не машина как токовую, а скорее ощущение, которое ты получаешь, когда едешь на Мерседесе. Вы знаете, мы в путешествиях снимали машину, брали на прокат, и когда я вернулся обратно в Москву, сел за руль Мерседеса, ну, это другие ощущения. Окей. Свобода распоряжаться своим временем, свобода, действия, деньги, новый уровень жизни, квартиры для всех родственников. Окей. Стабильный бизнес, финансовая свобода. Ага. Изменить историю своего рода. Достойно, да. Возможно, дать своим детям все, чего они хотят. Свобода, деньги, путешествия. Окей. Я вам покажу, на самом деле, вот, ну, на примере одной из картинок, что может быть в вашем бизнесе с ЛР, опять же, если вы будете заниматься им профессионально. Не в режиме хобби, не в режиме, вот, есть настроение, занимаюсь, нет настроения, не занимаюсь, а профессионально. В какой-то момент вам нужно будет принять решение, что такое для вас ЛР. Для вас ЛР это подработка, для вас ЛР это место, где собираются приятные люди, это тусовка. Для вас ЛР это жор личностного роста и освоение навыков. Или для вас ЛР это вот, ну, все вот это вот, и это для вас профессиональный бизнес. То есть вам нужно будет принять решение. Так вот, я вам сейчас покажу на примере своей жизни, что может произойти с теми людьми, которые решат профессионально заниматься. Это фотография, она была сделана в прошлом году в Таиланде. Мы обычно как раз зиму, там, несколько месяцев, там, ну, три месяца зимы проводим как раз в Таиланде. И вот, ну, наша зима проходит примерно так. Ну, не в том плане, что мы три месяца стоим вот так вот на пляже. Вот, ну, я жена и ребенок. Но какая-то часть нашей зимы проходит именно... И вот если брать сейчас вот это, вот этот год, то мы сейчас были месяц в Португалии. Там у нас начала расти команда, и мы решили туда заехать, с ними пообщаться. Интересная тоже история, на самом деле. Там женщина стартовала, она говорит по-русски, ну, естественно, португальский тоже. Полгода где-то включалась, раскачивалась. Потом у нее пошли партнеры, русскоговорящие, португалоговорящие. И вот, ну, на самом деле, мы уже ехали там познакомиться с командой. Очень интересная была история. Так вот, соответственно, были в Португалии, потом вернулись в Уфу на бизнес-день, потому что, ну, события компании пропускать, это очень глупо. Ну, для развития профессионалов даже вопрос не стоит. Надо быть на всех событиях. Поэтому мы вернулись из Португалии, съездили в Уфу. Сейчас я нахожусь в Москве, но буквально послезавтра мы улетаем на зимовку уже такую более серьезную. Мы сначала едем в Италию, на Сицилию, где-то месяц проведем там. Вернемся потом, ну, как вернемся, съездим на Галабал в Берлин, Галабал ЛР, где встречаются лидеры организации. Потом оттуда улетим в Таиланд. Скорее всего, где-то в Москву поучаствую в форуме для младших менеджеров, ну, в академии для младших менеджеров. И где-то в апреле, когда уже будет тепло, мы вернемся в Россию. То есть вот такая вот зима. И при этом, на самом деле, чтобы вы понимали, даже в этих путешествиях я активно строю бизнес. Например, в октябре, когда мы были в Португалии, я подключил 5 новых партнеров, 5 новых первых линий. И вместе с ними мы сделали новый оборот 2000 баллов. То есть, по сути, мы за месяц сделали быстрый старт с новыми партнерами. Ну, вот, можете себе представить. В ноябре, пока, ну, как пока, за ноябрь уже прошедший, у меня стартовало 4 новых партнера. То есть, процесс развития бизнеса идет, даже в путешествиях. Ну, потому что это любимое дело уже такое. Все хорошо. Вот, и это как раз то, как может выглядеть ваша жизнь, потому что бизнес в ТЛР, это, может быть, даже единственный бизнес, который при больших доходах дает еще и свободное время, и свободу путешествия. И вы не привязаны там ни к месту, ни к чему. Это, на самом деле, меня очень сильно вдохновляет. Окей. Так вот, давайте с вами поговорим как раз, как прийти к такому стилю жизни, да как хотя бы просто увеличить доходы и хотя бы просто, не знаю, там, избавиться от работы по найму, либо немножко облегчить кредиты, ну, то есть, чтобы проще было платить. Ну, то есть, долгами рассчитаться, что угодно. Даже пусть простые такие цели реализовать. Давайте с вами поговорим про это. И у меня для вас есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. Плохость заключается в том, что если вы не читаете по-китайски, то хорошую новость вы не узнаете. Ладно, это шутка. Скажите мне, с какой начать, с хорошей или с плохой? Напишите в чате, какой начнем с вами. С плохой. Окей, хорошо. Подавляющим большинством голосов побеждает плохая новость. Действительно так. Ну, а потом будет все хорошо. Давайте начнем с плохой. Новость следующая. Перед вами сейчас находится китайский иероглиф, который обозначает слово кризис. И я целенаправленно, я осознанно не слежу за новостями и не смотрю новости, наверное, вот целенаправленно, прям ни дня не вовлекаясь в это, наверное, уже порядка четырех месяцев, когда я полностью отключился от тех новостей. Но, даже несмотря на это, все равно скрывается. Вот вы знаете, летел в Уфу, захожу в самолет, вижу газету лежит. Лежит газета и, соответственно, заголовок. Россию ждет три года ретейсии, отката экономического. Ну, ладно, допустим. Прилетел в Уфу, едем на события, смотрю рекламный плакат. Рекламный плакат висит. Компания какая-то продает кирпич, лозунг такой. Пасся кирпичом, тебе кризис нипочем. Курс евро вырос. То есть, это видно уже. В Украине то же самое, как я понимаю, происходит. Растет курс валюты. Что самое интересное, наверное, самый яркий признак, что там меньше новости. Слышу, что штамп уволили, здесь действие сокращения начинается. Здесь люди боятся, что вы... Ну, все непросто. Ну, я думаю, по Украине даже, ну, что там говорить, ситуация непростая. Экономическая ситуация непростая, политическая ситуация непростая. Все непросто. Но поставьте плюсик, если, ну, вы в курсе, что ситуация вот такая, небанальная. Она везде такая, в том плане, что бабахнет по всем. И это действительно вот то, что называется плохая новость. Нас ждет очень непростой год. Многие люди потеряют работу. Многие люди будут искать хоть какую-то возможность прокормить свою семью. И вы знаете, как я сказал, новости две. Хорошая и плохая. И в китайском языке, вы наверняка об этом слышали, кризис обозначается двумя иероглифами. Первый иероглиф обозначает угроза, страх. Второй иероглиф означает переломный момент, возможность, шанс. И, да, действительно, всегда будут люди, которые живут шикарно. Это прекрасно, да. То есть, вы поймите, что кризис, это не значит, что у всех все плохо. Это значит, что растет количество людей, у которых ситуация ухудшается. Всегда будут люди, у которых все нормально. Это прекрасно. Это замечательно. Но вот хороший ключевым, у нас для этих людей есть спасательный круг. Для людей, которые начинают чувствовать на себе вот это вот дыхание кризиса, у нас есть бизнес-СЛР. И мы можем им предложить очень классный инструмент для того, чтобы создать дополнительный источник дохода, как-то немножко семью поддержать. Для кого-то создать основной источник дохода. И я могу сказать, что сейчас будут... Привет. ...предложения, в числе, возможно, интересную, как бизнес-СЛР. И вот если брать мой пример, смотрите. 14% для нашей команды, для компании, для вообще многих компаний был таким годом непростым, уже немножко бабах. Я вам, смотрите, показываю свой сейчас чек за октябрь прошлого года и за октябрь вот этого года. Мы выросли примерно там, ну, где-то в районе 2000 долларов. Примерно так. То есть, соответственно, в СЛР кризиса нет. Ну, а на Украине вообще можно тут приводить очень хорошие примеры. Что там далеко ходить? Андрей Харольский. Вот, Андрей, если ты хотя бы примерно можешь вспомнить свой чек в прошлом году, вот этот период, октябрь, октябрь, примерно, сентябрь, и свой чек в этом году, там, я думаю, рост будет гораздо более впечатляющий. Вот, да, 20 тысяч гривен и 50 тысяч гривен. То есть, рост в 2,5 раза. Понимаете, да? То есть, в СЛР кризиса нет, потому что, действительно, у нас с вами очень интересный бизнес. Когда ситуация в стране хорошая, у нас приходит много клиентов, люди покупают продукцию. Когда в стране ситуация плохая, то люди не перестают покупать нашу продукцию. Они по-прежнему будут чистить зубы, по-прежнему будут мыться, мыть голову. Но при этом люди приходят в бизнес, им нужны деньги, они ищут возможность заработать. И вот, на самом деле, сейчас я, ну, понятно, что я за то, чтобы людям было хорошо, чтобы у всех все было хорошо. Но, так или иначе, есть кризис для нас с вами, это огромный шанс. Это шанс по двум направлениям. Потому что мы можем людям предоставить классную продукцию и мы можем людям предоставить классную возможность бизнеса. Вот у меня к вам вопрос, друзья. Кто из вас слышал про такую штуку, журналисты окрестили эту штуку, эффект помады? Вот, поставки плюсик, если слышали, минус, если нет. Ну, вот я вижу, что много минусов, я вам коротко расскажу, потом можете в интернете еще посмотреть в деталях. Но, коротко, суть дела следующая, что было проведено исследование и даже ряд исследований и выяснилось, что во времена всех крупных кризисов, начиная с Великой депрессии 930 года в Америке, в любые кризисы женщины стали скупать косметику. Причем, косметику обычно такую качественную, дорогую. Чтобы лучше выглядеть, ну, там есть причина на то, то есть мы сейчас не будем в это вдаваться, посмотрите в интернете, не в этом сейчас суть. Суть в том, что в принципе, суть в компании пользоваться все большим и большим спросом. Это, на самом деле, для нас очень хороший знак. Ну, а коль скоро так, коль скоро продукция пользуется спросом, это отличная возможность увеличить доходы. Потому что где еще увеличивать доходы, кроме как в индустрии, где есть деньги, где продукция продается. И давайте с вами сейчас как раз посмотрим, какие возможности мы можем предложить людям. Ну, во-первых, смотрите, я могу вам сказать, что тысячи людей уже преуспели с ЛР. Это фотографии лидеров организации, вот вы видите, в частности, Андрей Харойский здесь есть. Понятно, что в Украине пока, ну, там только начинается этот бизнес. Кочеренко, это Сергей Мартанец, Вадим Цикровищук. Ну, то есть, пока там не так много истории успеха. Но я могу сказать, что в следующем году мы увидим буквально огромное количество такой взрывной роста истории успеха. Но вот это люди, которые уже в ЛР преуспели. То, что очень важно понимать, преуспевать будут профессионалы. Люди, которые освоят необходимые навыки и, соответственно, в этом бизнесе будут действовать профессионально. Для начала, прежде чем мы перейдем к навыкам, у меня к вам есть вопрос. Вот как вы считаете, сетевой маркетинг, бизнес с ЛР, это сложный бизнес или простой бизнес? Или там не очень сложный, не очень простой? Ну, вот какие-то ваши мысли напишите на этот счет. Насколько это сложный, либо несложный бизнес? Сложный, трудоемкий, плюс-минус, старт, виду простой, нелегкий. Смотря с чем сравнивать. Вот отличный ответ, на самом деле. Смотря с чем сравнивать, да. Сложный, простой, если его не усложнять, да. Знаете, я вам хочу рассказать одну историю интересную. История следующая. Есть такой товарищ на Западе очень известный, в России и менее в Украине известный. Зовут его Тим Сейлс. Это такая тоже легенда сетевого маркетинга. Он пришел в сетевой бизнес, был до этого военным, сапером, то есть разминировал бомбы, разреживал. И, соответственно, пришел в сетевой, за 5 лет он вышел на доход в 150 тысяч долларов в месяц. Ну, то есть такая потрясающая история успеха. И, соответственно, он рассказывал, как он начинал. Что он сидел со своим будущим спонсором. Спонсор ему рассказал про бизнес, что есть такая возможность, сетевой маркетинг, есть возможность заработать денег. Тиму это очень понравилось. Он говорит, слушай, классная возможность, мне это все нравится, но скажи мне, какие есть подводные камни? Что здесь со мной может пойти не так? Что может произойти плохого? Расскажи мне все как есть, я хочу осознанно принять решение. И я тебе хочу предупредить, если ты от меня что-то утаишь, я тебя потом найду. Ну, представляй, в коммуфляже сидит на встрече. Как я говорил, он занимался тем, что разминировал, разреживал бомбы, причем иногда и в горячих точках это было. То есть все было очень непросто. И на что его будущий спонсор, который проводил ему встречу, сказал, смотри, Тим, в этом бизнесе с тобой может из таких, ну, платить вещей, получиться только четыре вещи. В этом бизнесе с тобой может пойти, ну, как бы, что-то сложно может быть, только в четырех вещах. Что это за вещи? Вещь номер один. Это отказы. Что это значит? Тебе будут говорить не то. Окей, говори. Нет, в таком случае, ну, тебе нужно про других. Хорошо, я понимаю. Что еще? Вторая вещь. Ты столкнешься с собой. Что это значит? Это значит, что будут люди, которые пообещают речь и не придут. Будут люди, которые пообещают что-то сделать и не сделают. Будут люди, которые пообещают стартовать и не стартуют. Пообещают быть на событии и не придут. То есть будут люди, которые тебя будут обманывать, вводить в заблуждение. Окей, хорошо. Хорошо, я понял. Меня будут вводить в заблуждение. Что мне делать в такой ситуации? Тебе нужно найти других людей. Окей, понял. Найти других людей. Искать следующего. Третья ситуация. Что может пойти не так? Ты будешь сталкиваться с уходом партнеров. Люди, которых ты пригласишь в бизнес, они будут, часть из них будет уходить из бизнеса. Окей, я понял. Часть будет уходить. Что мне с этим делать? Что тебе делать? Тебе нужно будет найти других людей. Окей. И четвертая вещь. Ты столкнешься с непониманием. Ты столкнешься с тем, что... Как это сказать? По-русски сформулировать. Я так на ходу перевожу. Он с английского. Ты столкнешься с таким, с неуважением. С тем, что люди будут не понимать, чем ты занимаешься. Говорить, что это там пирамида, это ерунда какая-то. Куда ты вляпался? Займись нормальным делом. Ты столкнешься с такими вещами. Окей, я понял. Я столкнусь с непониманием. Хорошо. Что мне делать в этой ситуации? Что тебе делать? Тебе нужно будет найти других людей. Окей, я понял. Мне нужно будет найти других людей. То есть во всех случаях мне нужно будет находить других людей. И это все? То есть только вот эти вот четыре вещи. Отказы, обман. Люди будут мне делать то, что обещали. Уход партнеров и непонимание других людей. Только эти четыре вещи. Ничего больше. Да, ничего больше. Ну окей, сказал Тим. Ты знаешь, я тебе хочу сказать так. Я военный. Я занимаюсь тем, что во всяких сложных очень условиях обезвреживаю бомбы. И на моей работе отказ, это означает, что бомба взорвалась. Вот это отказ на моей работе. На моей работе обман, это когда я захожу в помещение, чтобы разминировать бомбу, а меня там ждет ловушка. Кто-то на меня поставил ловушку, чтобы я не смог даже до бомбы дойти. Для меня у хоров кто-то из моих коллег умирает. Для меня, как сказать, неуважение и непонимание, если в меня начинают стрелять из автомата. И по сравнению с этим, если вот то, что ты мне рассказываешь, это действительно максимум того, что я столкнусь в сетевом маркетинге. Ну это, откровенно говоря, такая ерунда. Вот скажите мне, что сложного на самом деле-то, да? По большому счету. Сейчас, секунду. Вот, то есть, действительно, все будет не сильно банально, но по большому счету освоить ряд очень простых навыков. И давайте с вами поговорим о том, вот, какую возможность, какие навыки нужно освоить и какую возможность мы можем дать людям. Для начала, это набор тест-пак. У меня к вам вопрос для начала разговора. Кто из вас уже работал с инструментом? Поставьте плюсик, если вы с ним работаете, у вас есть какой-то результат, есть первые заказы, есть рекомендации. И напишите в чате ваши впечатления от работы с тестовым набором. Какие-то буквально тоже пару слов, ваши эмоции, как люди реагируют. Ну, то есть, собственно, какие-то буквально пару слов. Намного легче стало? Бомба! Ага, легко и приятно. Да, супер, очень круто помогает. И вы знаете, у нас есть партнеры, которые делают тысячу баллов оборота, которые делают две тысячи баллов оборота. С помощью тест-паков, с помощью вот сейчас декабрь подарки, соответственно. И вот, смотрите, если вы с помощью тестовых наборов, ну, понятно, да, вот Ирина пишет, сфили шампунь, вернули костюм, это, конечно, бывает всякое разное. Это, конечно, да, большая, большая ситуация. Окей, да, но в целом, в целом все, конечно, здорово. Так вот, соответственно, есть люди, которые зарабатывают уже неплохие деньги с этим тестовым набором. Потому что, смотрите, если вы научились делать 500 баллов оборота, 1000 баллов оборота, это означает, что вы зарабатываете примерно, ну, где-то 200-300 долларов дополнительного дохода. Вопрос, как вы думаете, 200 долларов это много или мало? Ну, вот, опять же, в реальном мире, да, не в фантазиях, где все миллионеры, у них и свои яхты, и дорогие автомобили. Окей. Пригодится, да. Ну, вот, смотрите, на самом деле, что тут важно понимать, кто считает, что мало, у меня к вам простой вопрос. Вопрос. Возможно, вы хорошо зарабатываете, я допускаю это, но сколько у вас остается доход, у вас есть расходы ежемесячные? Сколько денег осталось? Обычно, многие деньги остаются в ноль, еще и занимать приходится, то есть я в минус ухожу. И вы знаете, для многих людей 200 долларов дополнительного дохода, это, пардон, бесконечное количество раз больше, чем у них остается по итогам месяца. Бесконечное количество раз. Так что, с помощью тест-пака многим людям это может изменить жизнь очень хорошо. Сейчас мне звонят, я чувствую, чтобы нас с вами не беспокоили. Так вот, потому что, вы знаете, для кого-то, возможно, 200 долларов, это возможность немножко облегчить кредитные какие-то вопросы, отдать долги и так далее, то есть это уже хорошо. Соответственно, вопрос в том, что у нас с вами есть инструмент, с которым вы можете приходить к людям и говорить, слушай, здесь вот с помощью этого инструмента ты сможешь свою семью приносить 200-300 долларов дополнительного дохода, если серьезно будешь с ним заниматься. Это очень важно. Научитесь зарабатывать сами, покажите пример всеми людям, и в конечном итоге у вас будут огромные доходы в этом бизнесе. Если вы научите несколько человек зарабатывать небольшие деньги, вернее, много, то у вас будет очень хороший доход в этом бизнесе. Поэтому тестовый набор – это инструмент, который на самом деле стоит освоить первым, что когда вы пришли в бизнес, первое, что стоит делать, это стоит научиться делать хотя бы 250 баллов стабильного дохода с помощью этого инструмента. Но есть еще одна возможность. В нашем бизнесе, помимо вот таких вот небольших доходов, которые, кстати, их интересуют, вы знаете, сейчас люди, которые не сходят, полгода назад, чем год назад, это в России, в России, в России гораздо больше готовы рассматривать какие-то предложения. Но помимо вот такого дополнительного дохода, у нас есть возможность для людей, которые планируют профессионально, которым нужны большие деньги, которым нужен стиль свободной жизни, финансовая свобода, у нас есть возможность создать основной доход. И сейчас эта тема актуальна как никогда. Потому что, еще раз, год будет очень непростой. Те люди, которые выберут в качестве стратегии на 2015 год поменьше тратить, экономить, эти люди проиграют. Те люди, которые выберут в качестве стратегии устроиться на вторую работу, эти люди проиграют точно так же, как те, кто выберут экономить. И в 2015 году выживать будут все, выигрывать будут все, вернее, даже так правильно сказать, которые начнут создавать актив, актив, который будет их кормить. Денежный поток. Этот денежный поток – это бизнес-бизнес-бизнес-бизнес-бизнес-бизнес-бизнес-бизнес. И сейчас есть возможность. Людям такой шанс изменить их жизнь. И переходите к слушай. Мы сейчас расширяем бизнес. Есть интересное предложение для людей, которые хотят увеличить доходы. Я звоню, узнать тебе это, в принципе, может быть интересно. В принципе. В принципе, да. И вот на самом деле, смотрите, мы сейчас с вами поговорили о том, какой жизнью можно жить в CLF. Отлично. То есть те, кто будет заниматься профессионально, ждет очень интересная жизнь. Мы с вами поговорили о том, как можно увеличить доходы с помощью тестового набора. И главное – показать другим людям эту возможность. Если у вас будет в группе 10, 15, 20 человек, которые будут немножко зарабатывать с тестовым набором или множество, это уже очень хорошо отразится на ваших доходах. И мы с вами сейчас говорим о том, как действительно серьезный доход в CLF. Создать доход в несколько тысяч долларов. Создать доход в несколько десятков тысяч долларов. Например, вот если брать, например, с Леной, женой. За прошлый год мы заработали примерно четверть миллиона долларов. 250 тысяч. И можно где-то такой доход. Где научиться этим навыкам? Как можно освоить навыки, чтобы создавать такой доход? У меня для вас есть очень простой ответ на этот вопрос. В декабре пройдет региональный форум в Днепропетровске. И на этом событии соберутся, ну естественно, самые лучшие партнеры Украины. На этом событии соберутся люди, которые уже зарабатывают в этом бизнесе. Которые уже умеют выстраивать команды. И они будут рассказывать то, как они это сделали. Пять топ-лидеров Украины. Обладатели первых Volkswagen Polo и Mercedes. Региональный форум в Днепропетровске 6 декабря. У меня к вам вопрос. Дорогие партнеры, у кого из вас уже есть били-форум в плюсе? Отлично. Ну вот на школу по понедельникам ходит обычно самая активная часть команды. И действительно много плюсиков я вижу. Я тоже поздравляю с тех, у кого этот билет уже есть. Потому что вы узнаете технологии построения больших команд. Вы узнаете, на чем сфокусироваться, чтобы преуспеть в 2015 году. И это будет Матчеренко. Это Вадим Закровищук. Это Виктория и Сергей Мартанец. Это Евгения и Андрей Харольский. То есть это партнеры в квалификации, начиная от младшего лидера группы. Вплоть до лидера группы и до лидера организации, как Андрей Афчеленко, например. И до бронзового лидера организации, как Евгения и Андрей Харольский. То есть это люди, которые уже на вашем рынке, в пущей ситуации, какой-то класс и час, зарабатывают уже нормальные деньги из компании. И что еще более интересно, в качестве специальности включаться Генрих Эрдман, который как раз поделится секретами того, как построить. Ну, это будет, скажем так, для тех людей, которые уже примут решение профессионально развивать бизнес. Вот для вас будет это выступление очень полезно. Генрих расскажет, как строить уже команды, приносящие не просто доходы в десятки тысяч долларов, а доходы в сотни тысяч долларов, как, собственно, он сейчас зарабатывает. И это человек, который в самых быстрых компаниях вышел на уровень президент, на уровень вице-президент, на уровень платиновой организации. То есть это человек, который быстрее всех растет в ЛР. И он как раз будет делиться своим опытом. Так вот, соответственно, если вы планируете с ЛР преуспевать, ну, на самом деле, важно быть на форуме, но еще более важно быть там не одному, а с людьми. И вот в связи с этим, давайте посмотрим, что еще там будет, и потом подведем такой короткий итог. Будет признание новых младших лидеров группы. Это Наталья Николаева, она была в Турции, кстати говоря, на саммите, система 21. И, ну, вот, может быть, в чате даже сейчас напишет, насколько саммит лидерский на нее повлиял в плане достижения этой квалификации. Это уже, ну, классно. Валерия Иноземцева и Игорь Сулица. Это Наталья Лисаченко. Это люди, которые вышли на уровень 1%. Это, по сути, уже уровень такого первого дохода. А, вот Андрей Кишин, уже открытый квалификация лидера группы у Натальи Николаева. Отлично. Это суперрезультат. Поздравляем. Так вот, соответственно, будет признание. Вы увидите людей, которые вот именно сейчас растут. Именно сейчас выходят на новые результаты. Так вот, давайте с вами подведем итог, что делать прямо сейчас. Друзья, есть ли у вас билет на форум? Это мы обсудили. Вопрос первый. То есть мы с вами вот эту тему, что делать прямо сейчас, обсудим в режиме вопросов. Не в режиме инструкции, а в режиме вопросов. Вопрос второй. Скольким вашим партнерам и кандидатам вы пригласите, позвоните и пригласите на форум? Вот напишите сейчас в чате, скольким людям из ваших партнеров, из тех кандидатов, с кем вы уже проводили встречу, скольким вы будете? Набросайте небольшой список. Может быть, в голове там его хотя бы составьте. 60, 100. Окей. Меньким, минимум, 100. Да. Напишите сейчас, как рисует, скольким вашим партнерам и кандидатам. Тем, кто за партнером, тем, кто может быть, не... В бизнесе, к нем по поводу. Позвоните. Я вижу, что пятер пять. В этом месте, в тюрьме, 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 в тюрьме. Осталось 4 дня. И сколько встреч вы проведете. Понятно, что... Ну, вот, максимум, чтобы способным... Потому что, еще раз, это, по-своему, мода. Это событие привезут много людей. Угу. Вот 20 встреч. Непартнер понимает, как это важно для него быть на мероприятии. Ну, это нормально. То есть, не нужно их как-то... Ну, называется, как-то ругать за это, пытаясь подобрать слово. Каждый строит этот бизнес в меру своего понимания. И, в принципе, пока человек не понимает. Понимание не придет. В таких событиях, когда ты видишь большое количество людей. Когда ты видишь историю успеха. Когда ты видишь профессиональных спикеров. Вот только там приходит понимание бизнеса. Вы знаете, иногда вот, да, партнеры приходят в бизнес и говорят, я хочу здесь зарабатывать хорошие деньги, хочу разбогатеть, но я не готов делать то, что делают люди, которые здесь преуспели. И мы с Генрихом обсуждали когда-то, это уже было, может быть, там, год, пару лет назад. Мы с ним обсуждали, что вот, когда мы начинали в этом бизнесе, у нас не было денег, мы не зарабатывали в сетевом. У нас очень плохо было со свободным временем. Не было опыта. Но при этом мы проводили, посещали все мероприятия. Если надо было лететь в другую страну, мы летели в другую страну. Например, я когда только начинал, не было доходов, были большие расходы. Мы с женой летали в Эмираты на тренинг-компании. Ну, тогда это была другая еще компания. Мы летали в Египет на тренинг-компании. То есть мы ездили по событиям, несмотря на то, что не было больших доходов, не было свободного времени. И мы с Генрихом когда обсуждали, у него такая же ситуация, много путешествовал по событиям. И основная мысль была такая. Вот слушай, ну, если мы прошли вот такой путь, путь наших партнеров, почему они ожидают, что у них будет другой? Почему они ждут, что у вас трое-четыре лет? Завершающий вопрос. Сколько вы проведете за вот эти вот четыре дня? И я вижу, тут есть разные цифры, где-то начиная там от пяти, от восьми, до двадцати, до тридцати, до сорока даже. Это, ну, скажем так, если вы сможете действительно столько встать за эти четыре дня, будет респектно, это будет очень круто. Окей. Итак, друзья мои, смотрите, давайте подведем итоги. Сейчас бизнес СЛР в Украине набирает обороты очень хорошо. Украинские команды, все украинские команды растут очень быстрыми. Это увеличится, потому что наша продукция пользуется спросом, кризис в том числе, и даже еще больше, кризис. И это будет интересно людям, потому что ситуация, они в следующий год, даже скорее всего, в следующий несколько лет будут очень непростыми. И люди будут, возможно, предоставить эту возможность, скупать, будет, в сути, годом большого роста для того, кто достучится до большого количества людей, кто первым позвонит и скажет, слушай, у меня есть для тебя интересная возможность, посмотри, разберись, возможно, это именно то, что тебе сейчас нужно, возможно, это именно то, что ты сейчас ищешь. И вот именно те люди, которые проведут большое количество встреч сейчас в декабре, и мощно начнут в 2020 год, они будут преуспевать в этой ситуации. И вы знаете, ну, что вам сказать, по сути, в конце? Если вы ждете еще какого-то знака, если вы ждете еще какого-то сообщения, какого-то знака свыше, ну, вот считайте, что это был он. Вот наше это общение, считайте, что это точка старта вашего мощного роста. Если вы ждете, то, что мы сегодня говорили. Я еще раз вас поздравляю с отличным ростом, вы супер молодцы, и я вам желаю очень мощного декабря и бурного роста в 2015 году. Успехов вам, процветания вашей семье, и было очень приятно с вами пообщаться сегодня. Счастливо! Продолжение следует...